Троих детей из интерната взяла под опеку семья из Николаева. Сейчас во время войны закон не позволяет усыновлять детей. Но есть возможность приютить маленьких украинцев и оказать им всестороннюю помощь. Подробнее расскажут наши журналисты. А у нас снег пошел, вы не поверите. Так начинается дорога в новую жизнь для Андрея, Ярослава и Кристины. Из-за Карпатия, куда их интернат эвакуировали после полномасштабного вторжения России в Украину, детей забрали домой в Николаев. Еще несколько дней назад ребята не знали друг друга, и теперь они одна большая семья. Нам говорят, зачем, это же сложные дети, это подростки. Это становление характера, это их переделывать, это очень сложно на самом деле. Ну, для меня это не сложно, потому что у нас было уже два подростка своих, и был опыт уже с одним. И мне хотелось все больше и больше давать возможность таким детям войти в жизнь, потому что для них это опора. Супруги Ткаченко много лет помогают детям с инвалидностью, а сейчас заботятся еще и об одиноких пенсионерах. Имея собственных двух дочерей и двух сыновей, несколько лет назад они впервые решились на усыновление, а теперь смогли дать шанс на полноценную жизнь еще сразу троим детям. Это яблок, груша, ананас, апельсин, лимон. Андрей из 16. О том, как раньше жил с наркозависимой матерью, вспоминать не хочет. А вот о будущем часто думает. Планирует стать программистом и издать сборник своих стихов. Тут обо мне заботиться. Надо думать, ну, скажем так, о проблемах насущных. У меня есть время какое-то уделить себе этом. Тепло, уют, спокойствие. 15-летний Ярослав семейной любви и заботы не знал никогда. Постоянно пьяную мать и побои отчима не может забыть до сих пор. Теперь юноша привыкает к тому, как это жить в нормальной семье. Начал готовить салаты. Пока не сильно такие большие. С капустой с молодой готовить, да? Да. Разогревает он там вареники, варит там что-то. Валентина не скрывает. Иметь большую семью непросто. Двое старших сыновей уже поступили в вузы, а сейчас защищают Харьков и Николаев. Остальных детей еще нужно поставить на ноги. В небольшой арендованной квартире Ткаченко еле помещаются. Но радуются, что все вместе. Я настолько верю, что Николаев сильный, что наши ребята титаны. Я верю в своего сына. Я верю, что у нас все будет лучше. Да, баллокада, да, бомбят. Страха нет ни от войны на сегодняшний день, ни от того, что у меня стало больше детей. Процедуру усыновления на время войны приостановили, но детей можно приютить. В Телеграме работает чат-бот под названием «Ребенок не один». Там следует выбрать необходимый раздел. И вы сразу получите советы и инструкции, как приютить ребенка, который остался без опеки. Что делать, если нашли малыша. А также юридические пояснения и телефоны горячей линии. В этом же чат-боте можно оставить заявку на приют. Эта опция доступна только для граждан Украины, которые находятся на территории государства.